Всем привет! С вами Михаил Салаев и проект по видеомаркетингу на виду. Это продолжение видео, которое я записал в автомобиле о том, как увеличить продажи бизнеса с помощью видео и конкретно повлиять на показатели, как средний чек и пожизненная стоимость клиента, повторные продажи. Об этом дальше. Чтобы увеличить средний чек, можно, чтобы клиент купил или много товаров за раз, или сопутствующие товары сразу, какие-то продажи мгновенные, или же это был какой-то VIP-товар, где человек мог отдать сверх деньги за какое-то преимущество, комфорт, идеал. Возьмем VIP-версию. Здесь как раз пригодятся красивейшие рекламные ролики, которые очень здорово снимают видеопродакшены, где все вылезено идеально, дорогой, какой-нибудь крутой актер, показано все в лоске, шике, и человек начинает понимать, что это реально VIP-продукт, потому что уже компания смогла создать такой крутой ролик, что она крутит его на TV. И, собственно, почему такая дорогая реклама, все равно крутится. Значит, этот VIP-товар реально, и я могу получить этот комфорт, и я готов заплатить за это деньги. Особенно, если я еще почувствовал то, что я получу в этом самом ролике. Это влияет на средний чек. И даже, в принципе, это можно отследить. А что касается сразу серии покупок, то, например, вариант, он не совсем может быть прямой, не совсем может хороший, но как намек. Например, фотоаппараты продают. И сделали такие полезные видеоролики о том, что лучше сразу купить к фотоаппарату-фотолюбителю, о чем не стоит забывать. И человек-эксперт там рассказывает, что вот такой фотоаппарат, лучше, чтобы потом вам не тратить деньги и не мучиться, то лучше купить такие флешки. Если у вас такой формат видео, то лучше скоростные флешки, что нужно вот столько-то аккумуляторов, они держат по столько-то в данной модели. Потом надо не забыть, что еще же оптика грязнится, надо еще очистители различные купить. Таким образом, и в конце еще предлагает. А у нас, если вы хотите такие фотоаппараты, у нас есть специальные комплекты, где мы продаем это все вместе, немножечко, может, дешевле. И шиканалейнг. Таким образом, то есть мы не напрямую, мы даем какой-то полезный контент, рассказываем о аксессуарах, но продаем сразу серийно, увеличивая в среднем средний чек. Пожизненная ценность клиента. Как же видео может повлиять на это? Здесь нужно, чтобы клиент возвращался, чтобы он покупал раз за разом. Нужно о себе напоминать. То есть можно внедрять видео в e-mail маркетинг, которые уже работают с теми клиентами, которые что-то купили. Напоминая о новых товарах, рассказывая какие-то полезные штуки, которые еще раз напомнят, что вот есть такая компания, и что стоит, может быть, к ней обратиться и дальше. А видео, как известно, даже в e-mail маркетинге, опять же, конвертируют лучше с точки зрения, например, той же самой открываемости. Если это такой товар или услуг, где есть техническая поддержка, которая идет уже после покупки, то здесь можно создавать видеоинструкцию, которая сэкономит время вашей технической поддержки и подскажет людям, а как работать с этой техникой, а как делать, если вдруг случилась такая проблема, как ее можно нестандартно использовать, чтобы она приносила пользу. Это будет показывать, опять же, вас, как экспертов, такие видеоинструкции. Это будет как полезная информация клиентам, которые больше вам будут доверять. И это будет, опять же, экономия ресурсов с точки зрения технической поддержки. Это видеоинструкция. Еще можно упомянуть о ремаркетинге или ретаргетинге, с помощью которого можно возвращать клиента, чтобы клиент делал повторные покупки, ну и, собственно, делал первую покупку. Здесь тоже можно использовать видео. Здесь важно, какое сообщение для этой аудитории будет, потому что видео будет уже совсем другим. Это те люди, которые оставили заявки, уже заинтересованы, или те люди, которые уже купили, знают вашу компанию. То есть здесь уже на повторные покупки, офферы или еще что-то. Это тоже надо понимать. А также понимать, каким образом долбить клиент этими сообщениями видео, в какой рекламе. Например, лучше в инстрим рекламе в Ютубе, чтобы было и дешевле, и эффективнее. Или делать 6-секундные рекламные ролики, которые, в принципе, можно делать сейчас, в данный момент, вообще за копейки в Ютубе. Или же делать посты в социальных сетях, или же в Инстаграм, в сторис. Постоянно напоминайте себе вашу аудиторию, если она там есть. Теперь вы узнали в общем, как можно влиять на показатели бизнеса с помощью видео. Если вам интересно, и вы не видели, узнать, как влиять на конверсию, на видеоролики сайте, можете посмотреть предыдущую часть видео. Ссылочка в описании. А так, если интересна тематика, подписывайтесь на канал. С вами был Михаил Салаев, проект по видеомаркетингу. И будьте на виду! Субтитры создавал DimaTorzok